Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша встреча пройдет в форме беседы с гостем, который пришел к нам в студию. Говорить о нем можно долго, потому что он блестящий инженер, культ-трейдер, коллекционер, немного писатель и, конечно, поэт в душе. Но я скажу коротко, Юрий Шетсон. Здравствуйте, очень рад вас видеть. Я скажу, что вы приходите к нам, потому что вы сделали, может быть, немного, но очень важных вещей для русской песни. Это, прежде всего, запись концерта Владимира Высоцкого в Торонто, один из лучших альбомов во всей его дискографии, по моему убеждению. Но, кроме этого, у вас в жизни были встречи с учителем, можно сказать, Владимиром Семеновичем Булатом Шалчем Акуджавой. И вы не только встречались, вы общались и вы даже записали последнего концерта Торонто на видео. Поэтому сегодня, особенно в этот юбилейный год, в 97 году, ровно 20 лет назад Булат Шалча не стало, мне хочется, конечно, поговорить об Акуджаве. Собирайтесь к гости моим, в мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощения за прегрешения. Иначе зачем на земле этой вечной живу? Помните первую встречу, может быть, первую песню? Ведь именно с него, ну, можно спорить, но он был в первой пятерке людей, которые вообще положили начало своему понятию бардовской песни, самодеятельной песни, как угодно, гитарной поэзии. Я вообще, наверное, на этот счет несколько более крутых, скажем так, мнений. Мнений я. Булат Шалыч, на мой взгляд, фигура номер один бардовской песни. Несмотря на то, что раньше него были и Юза Лешковский, и... Анчаров, Агранович? Анчаров, да. Но для меня Булат Шалыч номер один. Это известная тройка Акуджава, Высоцкий, Галич. Они все глубоко талантливые люди, но вот Булат Шалыч еще гениальный поэт, на мой взгляд. — Помните первую песню Акуджавы, которую Вы услышали, и как это было? — Да. Первую песню Акуджавы я услышал в Питере в 60-м и в 61-м году. Это была песня «Сапоги». Вы слышите «Грохочут сапоги». — Конечно. — Вот. Ну, естественно, эта песня была совершенно незабываемой. Потом, опять же, вместе с этой песней пришла еще одна песня, которую тоже я запомнил на всю жизнь. Это «Петухи». Первые «Петухи». У него двое. Две песни под названием «Петухи». — Это та, после которой ему кричали пошлость из зала? — Да. Да. Всю ночь кричали «Петухи» и шеями мотали. — Это в 62-м году, по-моему, на концерте в Москве, да, в кафе артистическое? — Нет. По-моему, это все было в Питере на концерте в Доме искусств. По-моему, так. Но я не поручусь. — Возможно. И из зала кто-то крик... А Вы были на этом концерте? — Нет. Я на этом концерте не был. Я слышал отзывы, читал об этом. И когда он исполнял вот эту вот вещь, всю ночь кричали «Петухи», а там строка была «Когда согнувшись, входит дом, стыдя с себя мужчины», кто-то из зала крикнул пошлость. Влад Шалович остановился, посмотрел в зал, встал, забрал, не торопясь гитару и вышел. Знаменитая сцена. — Я был свидетелем, как одну песню уже убили. Это было несколько лет назад. Я попал случайно в мускомедию на капустник. И в полтора часа ночи привезли туда Акуджалу из Дома искусств. Вышел скромный курчавый человек с гитарой, начал петь. И сразу захватил. Потому что его песни настолько были необычными, настолько неизбитыми. Зал как его воспринимал? Очень так хорошие песни аплодировали, плохие песни так скромно. А на следующий день статья «Цена шумного успеха». Я могу сказать, что у каждого поэта есть свой Мартынов. Он, к сожалению, убил Акуджалу, он больше не поет. — Ни в коем случае. Я, в общем-то, пишу для себя. Может быть, это и парадоксально, но это так. Я пишу для себя. Но тогда, когда материал, волнующий меня, мой личный, становится интересным для определенного круга слушателей, тогда я считаю, что я достиг какого-то успеха. А перерыв был, я не знаю. Очевидно, где-то всегда нужно уметь остановиться. Когда я почувствовал, что я начинаю делать свои вещи на аудиторию, видя ее перед собой, я перестал этим заниматься. Я перестал. Потому что начинается ремесленничество, начинается обыкновенная эстрада, которая противопоказана этому жанру. Когда с окраин раздается еще неясный голос труб. Слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Года разлук, года сражений, когда свинцовые дожди Упили так по нашим спинам, что снисхождение не жди. И командир всех риби тогда командовал людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Кстати, в этой статье, может быть, в этой, может быть, и не в этой, но я помню, что меня это удивило. Акуджалу сравнивали с Петром Лещенко, с эмигрантским певцом эстрадным. И приписывая ему вот это выражение, известное кабацкой меланхолии, советской лизитой. Вообще-то Лещенко, конечно, эмигрант. Но эмигрант он с военных времен. А до войны он совершенно спокойно издавался, я не знаю, тысячными, миллионными, может быть, даже тиражами. И я все эти самые пластинки, 78 оборотов, все его слышал. Да. Изданные в России, в Советском Союзе. Но в Советском Союзе его официально не издавали. После того, как советские войска... До войны. И до войны тоже не издавали. Там была следующая история. Как бы все пластинки... Лещенко эмигрант, но невольный эмигрант. Там мы немножко отвлечемся до Куджавы. Петр Лещенко, он родился в Бессарабии, в селе Исаево, но между Тишинем и Одессой. И когда после революции румыны аннексировали Бессарабию, никого не спросив, он стал румынским гражданином. И он жил в Бухаресте, в других городах Европы. И пластинки его, когда он в 30-е годы запел, женившись на латышке, Зинаиде Зайкит, он запел в Риге. Оскар Строк, известный композитор, писал ему репертуар. Все издавалось там, в основном. На Белокорде, а потом на Коламбии. На Западе издавалось. А откуда же они в таком количестве были в России? А я расскажу. Но когда в 40-м году в Прибалтику вторглись советы, они матрицы фирмы Белокорт увезли сюда. И для партийной номенклатуры делали пластинки на официальных абсолютно заводах, но они их делали без этикеток. До сих пор можно найти эти фотографии, где написано от руки Петра Лещенко, там, бедное сердце мамы. И вот эти записи уже ходили. Макс, детство я провел под Москвой однажды. Летом. Я провел под Москвой в московском каком-то поселке типа Илинка, я не знаю, что ли. У моей тети, большой любительницы Лещенко, наверное, 40 пластинок. Включая, конечно, бедное сердце мамы и Маруся там и так далее. Вот все пластинки, я их помню, потому что детская память, знаете, это были пластинки с этикетками на русском языке. Все равно года проходят чередою И становится короче жизни путь Не пораним, я с измученной душою На минуточку прилечь и отдохнуть. Все, что было, все, что ныло, Все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы И натешилась душа Все, что пело, все, что млело Все давным-давно и слело Только ты моя гитара Прежним с волном хороша Я думаю, что это все-таки аберрации памяти. Никогда и нигде они не встречались. Да, там, наверное, были пластинки, скажем, Утесова с таким же репертуаром сходным, потому что он записал там и гоп со смыком, и с одесского кичмана. Может быть, все это было в перемешку. Но советские... Мурка была даже лещенская. Вы второй человек, кто говорит, что Лещенко пел Мурку. Лещенко пел Мурку. Другими словами, не с теми, которые... Вот эта блатная песня такая популярная. Эту песню пел коллега и конкурент Лещенко, который тоже работал в риге, Константин Сокольский. Вот его исполнение Мурки известно. Действительно, они, так сказать, интенсионно похожи. Но недавно... Он пел Ты зашухарила всю мою малину и теперь маслену получай. А Лещенко пел Ты меня любила, а теперь забыла. И за это полю получай. Это пел Сокольский. Там вижу в зале бара, там танцует пара, Мурка и какой-то юный франк. Это пел Константин Сокольский. Знаете ли вы Мурку, Мурку дорогую, Помнишь ли ты, Мурка, наш роман? Как с тобой любили, Время проводили, И совсем не знали права. Совсем недавно мне прислал письмо в интернете один коллекционер, очень серьезный, из Сибири. И он написал мне, что у него была запись, где именно Петр Лещенко пел Мурку. И Мурка это, причем, уже не просто драматическая любовная история, а именно криминальная история. И вдруг вы говорите то же самое. Я уже начинаю теряться. Может быть, и пел когда-то? Я говорю по моей, так сказать, мальчишеской памяти 46-го года. Когда все эти пластинки я слушал неоднократно и знал, естественно, их наизусть. С Муркой и вообще с Петром Лещенко известная же история, собственно, вот при тече магнит из дата от Куджавы мы такой крюк с вами сделали. Перед тем, как запела Куджава, в исходстве появилась культура магнит из дата, собственно. Были песни на ребрах, вы их помните? Да, конечно. И популярность Лещенко была столь велика, что некоторые люди, обладая схожим тембром, записывали песни, которых Лещенко не пел никогда, скажем, «Журавли». И выдавали это за Лещенко, потому что проверить никто не мог. Интернета нет, фотографий нет, информации никакой нет, он эмигрант. И это известно. Так же, как мало кто знал, что Набутов пел на Богосяновске «Открылась и певная». Абсолютно, абсолютно. Скажем, был такой в Москве человек, по иронии судьбы, кстати, врач-рендинолог Николай Марков, и он с самодеятельным джазом табачников, так называемый джаз-оркестр, самодеятельный, который на табачной фабрике в Москве был организован, они записали, ну, энное количество песен, сегодня известно дюжина, а то и больше песен, которые выдавали за Петра Лещенко. И в частности, там были те самые журавли, которые многие до сих пор ему приписывают Петру Константиновичу. Здесь, под небом чужим, я, как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль. Сердце бьется сильней, ведя птиц караваны в дорогие края, провожаю их я. Но мне хочется вернуться все-таки к Куджаве. Извините, это я вас выбираю. Ничего, эта русская песня, она всегда так, одно цепляется за другое, и, в общем, все взаимосвязано, так или иначе. Ну, к счастью, сейчас издан весь Лещенко, у меня почти все, не все, не все, не почти, а просто все диски есть, и я узнаю в них песни, которые я слышал в детстве, в раннем. Вот первая песня о Куджаве. Виталили над ним такие же слухи, как над Лещенко, или вы уже точно знали, что это поет Булат Акуджава? Значит, все мы знали уже. Единственное, что я помню эту глупую ошибку, когда это все на магнитных лентах передавалось, было написано Акуджава. Булат Акуджава. А сами на первый концерт когда вы пришли? В России я не был ни на одном концерте Акуджава. Я на первый концерт Булат Шаловича слушал в Чикаго в 1987 году. А как вы узнали? Вы специально поехали? Мы узнали, да. Мы узнали о том, что будет концерт через знакомых в Чикаго, и мы поехали туда, да. Поехали на этот концерт. 1987 год. Это только-только ранняя перестройка. И самое начало перестройки. Это, по-моему, был первый выезд в Америку Булат Шаловича. И говорил он очень смело. И говорил он о Высоцком. И говорил вообще любопытные вещи. Я поставил маленький магнитофончик прямо к спикеру. И где-то у меня должна быть запись. Поразила меня одна маленькая деталь. Булат Шалович рассказал о том, что где-то он пел в научно-исследовательском институте, тоже в 80-е. И один из слушателей сказал, знаете ли вы, спросил, знаете ли вы пародию на свою песню «За что вы, Ванька, Морозова». Он сказал, нет, ничего подобного, не знаю. И пригласил этого человека. Ему аккомпанировал. Этот человек спел песню «За что же вы, Клима Ворошилова». Булат Шалович взял эту запись, выучил эту песню. И вот на этом концерте в Чикаго с удовольствием ее исполнил. «За что ж вы, Клима Ворошилова, ведь он ни в чем не виноват. Ведь он хотел, чтобы лучше было бы, а сам ни в чем не виноват. Он в Цик ходил на старой площади и там во фракцию вступил. Ему чего-нибудь попроще бы, а он во фракцию вступил. Она по проволоке ходила, махнув на партию рукой, но партия ее схватила своей мозольской рукой. А он медузник питался, китайцам, чтобы угодить, и даже в Индию катался, чтоб всем, конечно, угодить. А ты прикручки шепила, ты Климу вовсе не читай, ах, Климу, товарищ ворошей махнув первый красный комиссар. Я знаю, что вам потом довелось общаться с ним, я как бы забегая несколько вперед спрошу, но это характеризует его как человека с большим юмором, хотя, глядя на него, кажется, что-то такой интеллигент, понимаете, сократовского типа. Вот каким он был? Нет, нет, он был совершенно, совершенно, я бы сказал, не звездным человеком, человеком, с которым было очень приятно общаться, это общее с Владимиром Семеновичем и Владом Шаловичем, и с ними было очень легко общаться. Я ему напомнил на этой встрече, но мы еще о ней поговорим, об этой песне, он сказал, что до сих пор ее очень любит, эту песню, эту пародию, эту пародию на свою вещь. Я знаю, что у Акуджавы было, по-моему, два концерта в Торонто, вам удалось бывать на пол? Да, да, да. Один, по-моему, в 90-м или 91-м, второй был в 94-м. У меня остались фотографии, от второго концерта осталась запись, которую я обещал, Влад Шаловичу и Ольге, я им привез, и в персональную в Москву. Мы виделись там, они меня пригласили в гости, мы виделись там. Как эта встреча происходила здесь, в Торонто, имею в виду? Здесь, в Торонто, у меня есть давнишний мой приятель добрый, Феликс Ярошевский. Брач-психиатр, известно. Брач-психиатр. Он каким-то образом, я не знаю, каким, я его не спрашивал, заинтересовал Влад Шаловича и позвал их к себе домой сразу же после концерта. Он был с Ольгой и Феликс пригласил меня и мою подругу. И вот мы очень-очень славно в этом вечере посидели. Очень много интересного я услышал. Я не записывал, конечно, наши разговоры и все такое прочее. Вот. И у меня самые светлые, самые-самые светлые воспоминания об этом человеке. и несколько его песен «Всегда со мной». Не только эти две первые, а вот такая вещь, я не знаю, она широко известна. Глаза словно небо осеннего. Свод или вещь «Мне теперь не вырваться из плена». Это все то, что всегда со мной. совесть, благородство и достоинство, вот оно, святое наше воинство. Протяни, протяни ему свою ладонь. За него, за него, за него не страшно и вагон. За него, за него, за него не страшно и вагон. Лик его высокий удивителем, посвяти ему свой краткий век. Может быть, может, и не станешь победителем, но зато, но зато, но зато умрешь как человек. но зато, но зато, но зато умрешь как человек. вы говорили, что он рассказывал о Высоцком, да, у него же есть замечательное посвящение совершенно о Володе Высоцком. Да, 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 да. Да, очень, я считаю, одно из лучших московских. он на этом концерте в Чикаго, он говорил о Высоцком, говорил, как его травили и все такое рассказывал. Думаю, весьма интересно, весьма. Говорил совершенно свободно, абсолютно. Говорил о тогдашем министре культуры, как о последнем идиоте, прямо, прямо, прямо употребляя такие термины. Блашалов вообще был человек, глядя на него, невозможно представить, да, во-первых, что он прошел войну, что он просто удивительно смелый, как и должен быть, собственно говоря, настоящий поэт. Песня о Володе Высоцком посвящается Марине Поляковой. О Володе Высоцком я песню придумать решил, вот еще одному не вернуться домой с похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил, как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил, как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом отправляться и нам по следам по его по горячим. Пусть кружит над Москвою охрипший его боретон, ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. Пусть кружит над Москвою охрипший его боретон, ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем. О Володе Высоцком я песню придумать хотел, но дрожала рука и мотив со стихом не сходился. Белый гаист московский на белое небо взлетел, черный гаист московский на черную землю спустился. Белый гаист московский на белое небо взлетел, черный гаист московский на черную землю спустился. Мало кто знает, что когда шли съемки фильма «Белое солнце пустыни», где звучит как известная его песня «Госпожа удача», вдруг кому-то из гостя ноа или еще более высоких кабинетов стало известно, что у Акуджавы в известном издательстве «Посев» вышла книга стихов. Собственно, к тому моменту это было уже третье издание, может быть, но на Старой площади или не знаю уже где узнали только сейчас. Разразился жуткий скандал. Как это так? Антисоветчик в «Посеве» издается. Член коммунистической партии. Да, член коммунистической партии. Причем, что характерно, все стихи, которые там были напечатаны, они до этого были в Советском Союзе опубликованы. Но придрались к нему из-за предисловия, которое там какая-то старая эмигрантка написала и почему-то она решила, ну, собственно, почему, потому что в «Посеве» было известно, она написала такую фразу «Акуджава насквозь антикоммунистичен». Да, и придрались к «Акуджаве», а не к ней. И что характерно, ему предложили покаяться, значит, как тогда было принято. Он отрезок отказался это делать. И дошло до того, что его исключили из партии и только через определенное количество времени установили. Вот этого я не знал. Да, вот такой скромный рыцарь, так сказать, Бладшалыч, да. Но я знаю, что после этого концерта вы как бы, ну, не подружились, да, но стали общаться, вы даже поехали к нему, встречались в Москве. Мы, я не могу сказать, что к сожалению, что мы подружились, нет, но мы очень славно общались и у Ярошевского, и потом, когда я приехал к ним в Москву, вот, они меня очень хорошо принимали. Я привез им диск с концертом Торонто. А вы встречались в Переделкино или на Арбате? Нет, нет, мы встречались не в Переделкино, я не помню, я не помню, где, у него дома встречались. В Переделкино это было, да? Ну, он жил и там, у него вроде была какая-то из московских квартир. Московская квартир, это не было загородно, было в центре Москвы где-то. Пускай моя любовь как мир стара, лишь ей одной служил и доверялся. Я дворянин с Арбатского двора, своим двором введенный во дворянство. Я дворянин с Арбатского двора, своим двором введенный во дворянство. У меня, к сожалению, не довелось с ним даже видеть его лично. Я только хожу мимо этого памятника на Арбате. Памятник, на мой взгляд, неудачный. Ну, не знаю, всегда трудно разделить вот эту грань. Мы с вами обсуждали, скажем, снова такой перескок небольшой, вот этот фильм по роману Аксенова «Таинственная страсть». Как мое поколение его смотрит, ну да, просто с интересом. И, скажем, эти люди, которые росли, общались с тем-то, возможно, с тем же Акуджавой, Севтушенко, как правило, люди вашего поколения, скажем, мягко говоря, отзывались не очень об этой картине. Это не обо мне. Не о вас? Это не обо мне, потому что я очень люблю эту последнюю вещь Аксенова. Да, книга... Замечательная совершенно книга. И потом, фильм, не забудьте, там есть, важные очень слова, почему-то все их игнорируют или забывают, что фильм сделал не по роману Аксенова, а по мотивам романа Аксенова. И Райская имела право поставить такой фильм. Фильм мне очень нравится, и я очень огорчен тем, что Евтушенко был весьма недоволен этим фильмом. Хотя, я недавно беседовал с Фероникой Долиной, она, в свою очередь, весьма дружна, с Евтушенко, Евгением. Она выразила такое мнение, что он сам фильм не смотрел. Ему кто-то неправильно его пересказал, тенденциозно. Поэтому, и она пыталась как-то его, ну что, и разубедить в этом, но просто времени не хватило. Увы. Мы не дождались вот здесь, в Торонто, буквально 10 дней. Буквально 10 дней. Я так, вот знаете, бывает, ждешь чего-то, и каждый раз это срывается. И несколько раз у меня срывались походы на его вечера в Москве, в других городах, и думал, ну вот в Торонто уже наверняка. Я нашел очень редкий пластин, его 60-е годы, в Америке, изданный со стихами и с песнями на его стихи, я думаю, подпишу, и увы. Я был на одном концерте, это был конец 80-х, где он выступал, трио, он, человек, который играл на контрабасе, и еще какой-то музык, по-моему, гитара. Удивительно, я никогда не слышал о таком формате выступления. Это было выступление на Харбор-фронте, в театре там. Здесь Торонто? Да, здесь Торонто. А как это выглядело? Это была мелодикламация такая? Это была декламация, да, и сопровождение музыкальное. Никогда не знал, что Евгений Александрович так выступал. Это такой, прямо ниточкой тянется к северянину, который поэзо-концерт такие устраивал свои. Удивительно. Вообще, Евтушенко многогранного таланта человек, и у меня есть своя маленькая история с ним связанная. Я писал последнюю книжку свою, которая называется «Чуть-чуть измененной строчкой из его стихотворения. Интеллигенция поет блатные песни». Слово блатные, там в кавычках, потому что... Но это она не песня, красная песня. Да. Я как бы просто слово блатные вложил не только криминальное, а все то, что было запрещено советской властью. И все эти песни, они звучали с советского экрана, от имени отрицательных персонажей, конечно, но массово звучали. И был такой фильм, если помните, по рассказу Аркадия Гайдара «На графских развалинах» 57-го года. И там в титрах стоит имя Евтушенко, потому что там есть такая революционная песня. Но вообще в самом фильме звучит масса еще песен такого одесско-дворового содержания. Ну, большинство из них у меня не вызывало сомнений, они, скажем так, народные. Там «Всюду деньги, господа», из-за пары ободранных коз. А в пивной, там есть сцена в пивной, и там звучит песня «Мальчики-налетчики». Ну, я, признаться, всю жизнь, как бы, свою считал, что эта песня тоже народная. Но когда сел за книгу, что-то мне вот какие-то сомнения терзали, потому что песня звучит целиком. И я через своих друзей написал Евгению Александровичу письмо с вопросом, с просьбой разъяснить это. Я был просто ошарашен ответом. Он ответил, что песня «Мальчики-налетчики» написана им, и это вообще первая песня, не стихотворение, а именно стихотворение, ставшее песней, которую он сочинял специально для этого фильма. Вот такого многогранного таланта человека. Вот так вот начали от Акуджавы, вышли на Петра Лещенко и закончили Евгения Мевтушенко. И все это вокруг русской песни. Я очень рад был видеть вас у нас в гостях и очень надеюсь, что вы придете еще и не раз, потому что маленький, так сказать, козырь приоткрыл зрителям. Юрий Шетцин был близко, знаком, может быть, не близко, но хорошо знаком, скажем так, с Осипом Бродским. И это большая история, конечно, есть что рассказать. Меня всегда удивляет, что вы знаете, вообще вот люди вашего поколения, не все, но многие, километрами могут цитировать стихи. И вы такой человек. Мы когда с вами встречаемся вне студии и выходим, моя супруга, я просто всегда восхищаемся, насколько разные стихи разных поэтов и Бродский, и Евтушенко, и Кедрин, и, в общем, кого только нет, и всегда с удовольствием и с чувством. Поэтому я вас снова жду в нашей студии и поговорим, и почитаем стихи. Вы знаете, Максим, у меня есть личная просьба. Я хотел бы в конце этой передачи я хотел бы прочесть одно из самых любимых моих мною стихотворений Акуджава. Оно небольшое, и, может быть, вы его и не помните. С удовольствием. Глаза словно небо осеннего свод, но нет в этом небе огня, и давит меня это небо и гнет, вот так она любит меня. Прощай, расстаемся, пощады не жди, Все явственней день ото дня, Что пусто в груди, Что темно впереди, Вот так она любит меня. Глаза словно небо осеннего свод, и нет в этом небе огня, и давит меня это небо и гнет, вот так она любит меня. И давит меня это небо и гнет, вот так она любит меня. И да, вот так она любит меня. Продолжение следует...